В расцвете от Дома культуры лишь название, даже буквы в нём не все. Фасад рушится, стены как дуршлаг, из них едва не сыпятся кирпичи. Здание старое, но для сельчан родное. Когда-то здесь проходили праздники, гости приезжали со всей Хакасии. А сейчас актовый зал собирает не зрителей, а только пыль. О реконструкции стали говорить давно. Пять лет назад впервые провели экспертизу, подсчитали затраты и тишина. И только в 2022 году у нас было понимание, что благодаря нашей работе и средствам массовой информации, когда мы говорили о том, что всё сделали, нужно вступить, помогите, во все колокола просто стучали. И как раз здесь была встреча губернатора с жителями, где как раз и говорили люди о том, о значимости ремонта Дома культуры. В конце прошлого года выбили федеральные деньги, вошли в национальную программу от Министерства культуры России. Общий бюджет больше 50 миллионов рублей, 14 дала республика. 1% внёс сельсовет, а вот районная администрация, по словам Анны Мадисон, за несколько лет не дала ни копейки. Чиновники отказываются принимать собранную сельсоветом документацию. Сельского СДК, посёлка Расцвет, с площадью 814,7 метров квадратных. В то же самое время в проектной документации указывается площадь, которая сейчас до проведения реконструкции, то есть до разрешения, 933 квадратных метров. В подтверждающих документов, откуда эта цифра появилась, ни в проекте, ни в заключении, ни в пояснительной записке, ни в заявлении не было предоставлено. На самом деле ответ здесь есть. Вот экспертиза, объясняющая, почему квадратов стало больше. Цитата. Изменение площади помещений после реконструкции произошло из-за смены планировки и будущих демонтажных работ. Но справку эту в районной администрации не принимают. Почему? Анна Мадисон считает, что причина – личная неприязнь, которую к её персоне испытывает глава Усебаканского района Елена Егорова. Впрочем, сегодня стороны вроде бы пришли к соглашению, когда в уравнение вплетены федеральные деньги, заднюю давать поздно. Сейчас самая основная проблема – это получить разрешение на строительство, даже если это реконструкция. Поэтому недостающие документы Рассветовский сельсовет предоставит буквально на этой неделе, получит положительную экспертизу, как заверили сегодня на совещании 3 февраля. И я думаю, задача стоит к 1 марта уже получить подрядчика. Если новых палок в колесах не появится, осенью обновлённый Дом культуры наконец откроет двери для всех, кто ждал его возрождения. Владислав Константинов, Дмитрий Щеглов, РТС.